добрый день дорогие друзья я приветствую вас на своем канале сегодня вместе с вами мы затронем первую часть 2 ангельской вести вот в этом разборе сегодня мы затронем такие важные вопросы кто стоит за этим процессом потому что во второй вести говорится о виноделии второй момент ингредиенты и продукт на выходе вопрос идола поклонства и как на это все реагирует бог к чему он зовет я сердечно благодарен за то что вы пишете задаете вопросы присоединяйтесь к телеграм-каналу там действительно было очень много материала к предыдущему уроку конспекты на сайте и в телеграм-канале ссылка там внизу в описании к видео эта тема будет не менее познавательно интересная чем предыдущая заодно мы посмотрим и на практическую сторону вопроса в этом уроке и так у нас уже девятый урок и интересное название город именуемый смешением в оригинале стоит немножко другое слово смятение ну так она там переведено и чтобы лучше понять нам урок дома можете прочесть весь второго ангела это в 14 главе откровения но ее в процессе урока прочтем но чуть чуть позже там всего один стих основной текст который нам предлагается к уроку следующие откровение 17 глава 14 стих они будут воевать ягненком и ягненок их победит потому что он господь господь господ и царь царей и вместе с ним будут те кто им призван им избран и кто ему верен вот этот текст он затрагует уже тех кто прислушался к вести первого ангела кто уже стал на сторону бога и обратите внимание на это особое другими словами мы не имеем права использовать ярлык вавилон к тем кто вообще не знает ничего или очень далек от библии или если у него она есть но мало знает возвращаясь к нашему основному стиху вот на что нам следует обратить свое внимание вот в этом тексте описаны те люди кто услышал призыв бога оценил этот призыв откликнулся на предложение бога и став на сторону христа остается им уверен первый подпункт он будет очень короткий в наших размышлениях будет иметь такое название кто стоит за этим процессом вот когда мы говорим о виноделии повести первого ангела вот когда говорим о боге тонн что бог предлагает людям мы читаем 17 главу и она 17 стих посвяти их себе и силой истины истина это слово твое то есть иисус христос говорит что он со своей стороны предлагает людям истину причем передавая ее бог открывает ее всегда полном объеме посмотрите как эту мысль развил немножко апостол петр это первое послание 2 глава 2 стих как новорожденные дети жажда и те цельного духовно молока чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения заметьте одну деталь бог никогда не будет что-то разбавлять удалять заниматься некой перлюстрации и вот когда он предлагает людям истину это истина вполне достаточно по словам петра чтобы мы духовно выросли и получили спасение а кто же тогда является виноделом когда мы берем эту профессию на официальном языке винодел называется технологом виноделия или бродильных производств и посмотрите как об этом говорит нам библия и она 8 глава 44 стих ваш отец дьявол и вы рады исполнять все отцовские прихоти а он всегда был человекоубийцей и правда ему чужда ведь в нем нет правды он говорит на родном языке когда лжет потому что он лжец и отец лжи вот почему дьяволу так нравится заниматься производством вина это в его характере это его призвание его хобби второй пункт он тоже будет коротким в нашем уроке ингредиенты вот для этого виноделия и продукт на выходе вообще интересное название и описание этого действия вот как описал сам процесс иоанн в откровении давайте прочитаем как раз вторую весть ангельскую еще один второй ангел летел за ним следом и восклицал пал 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 вавилон великая столица яростным вином своего разврата упоившая все народы это как раз и есть вторая ангельская весть вот в этой главе и здесь следует сначала разобраться с самим процессом виноделия вот как вообще делается любой алкогольный продукт берется любая органическая субстанция все что угодно могут взять даже опилки и добавляются туда дрожжи иногда сахар и начинается вот этот процесс выработки алкоголя я попробую сейчас говорить простым языком чтобы мы лучше поняли сам процесс без разных там химических формул я в том что вот этот брожение как процесс он осуществляется специальным мукоромовыми грибами и дрожжами при которых могут появляться газы вот как в шампанском или выделяться этиловый спирт другими словами вот если говорить простым языком фактически дрожжи мочатся спиртом который дает и градусы а шампанское это когда дрожжевая палочка гибнет это как прощальный пук погибающих дрожжей в голову пьющего человека вот почему здесь уместно бог взял именно такое сравнение вино с тем что делает дьявол давайте по-другому поставим вопрос что делает само вино вот говорим за обычное вино с человеком дело в том что алкоголь это сильно психотропное вещество которое воздействует на психику и поведение человека вот в маленьких дозах алкоголь вызывает какое-то возбуждение появляя проявляется в повышенном настроении ощущение радости желание веселиться если это большая доза он приводит к сильному угнетению головного мозга и теперь когда мы смотрим на этот вопрос духовном плане вот что происходит человеком при принятии им вина вавилона вот когда эта маленькая доза это человека так заводит что не вдумывается не проверяет по библии любую информацию вот как верите и вот такой возбужденный бежит спешите делиться а иногда еще добавляет что-то свое и вот именно так рождаются разные религиозные течения если это большая доза тогда разум полностью отключается это приводит уже к духовной смерти как самого человека так и того кого не напоят этим вином третий вопрос в разборе нашего урока это уже будет весьма интересная часть она будет познавательна и более практична вопрос идолопоклонства давайте сначала затронем такую сторону этого вопроса вот как происходил этот процесс идолопоклонства в размерах история мы сначала посмотрим на то как в истории человечества идолы менялись в размерах мы возьмем чисто библию первая иллюстрация бытие 11 глава с 1 по 4 стих во всем мире в ту пору был единый язык одни и те же слова идя с востока люди достигли равнины в стране в стране шинар и там поселились сделаем из глины кирпичи и обожжем их в огне сказали они друг другу и кирпичи заменили им камень а асфальт служил вместо известкового раствора построим город с башни до неба сказали люди так мы прославим наше имя чтобы не рассеяться по свету бесследно самый высокий зиккурат высотой 91 метр это уже восстановленный после разрушения богом и гораздо ниже по высоте находился именно в вавилоне он назывался этими наки что означает дом где сходятся небеса с землей то есть он намного ниже оригинала пускай эта башня будет примерно 100 метров если пересчитать на этаже это примерно 30-35 этажей это первая иллюстрация самой первой по библии высокий истукан вторая иллюстрация 3 глава даниила 1 стих царь навуходоносор сделал обратите внимание читаю перевод восточный царь навуходоносор сделал из золота истукан 27 метров в высоту и 2 метров 70 сантиметров в ширину и поставил его на поле диир что провинции вавилон скорее всего он был пустотелом потому что это был бы громадный вес и крайне неустойчивый любой порой ветра истукан упал бы его даже не удержала бы подставка или большой фундамент замечаете одну закономерность первые стукан 35 этажей второй уже примерно 10 и мы уже начинаем замечать тенденцию к уменьшению истуканов 3 иллюстрация 1 царь 19 глава 13 стих а мелхола взяла терафима уложила в постель в изголовье положила пряди козьей шерсти и накрыла терафима одеялом библия говорит о том что это истукан в рост человека если его хорошо нарядить он даже не отличался от человека ну примерно метр восемьдесят два метра вы заметьте снова стремительно уменьшение идолов он уже помещается в спальне мы не говорим о том почему он был в спальне давида это другая тема мы просто сейчас поднимаем вопрос как уменьшаются размеры идола 4 иллюстрация бытие 31 глава 34 стих обратите внимание стоят даже линейки рахиль тем временем взяла домашних башков засунула их верблюжье седло и уселась сверху отец стал обыскивать ее шатер но ничего не мог найти заметьте вот несколько штук человек свободно может положить под седло это порядка 13-15 сантиметров такие идолы находили археологи опять замечайте тенденцию 100 метров 30 метров 2 метра уже 15 сантиметров 5 иллюстрация бытие 35 глава с 3 по 4 стих обратите внимание что человек держит в руках я как говорит мы идем бет-эль там я воздвигну жертвенник богу который приходил мне на помощь в беде и был со мной моих скитаниях они отдали иакова всех чужих богов какие у них были вынули из ушей серьги это же отдали иакову все это иаков зарыл под шахемским дубом оказывается божок на серьгах становится еще более миниатюрным примерно 5 от 5 до 20 миллиметров из этих историй мы замечаем уникальнейшую тенденцию с каждым разом идол становится все меньше и меньше пятая иллюстрация езекииля 14 глава со 2 по 4 стих и было ко мне слово господня сын человеческий сие люди допустили и долол своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом моим могу ли я отвечать им вот здесь в этом тексте мы видим уже предел портативности когда мы говорим о сердце то это мышца составляет примерно с кулак человека я когда-то смотрел документальный сериал тело человека это документальный фильм из семи серий впервые вышел на экраны 20 мая 1998 года на bbc он был представлен ученым медиком робертом уинстоном и вот там впервые я увидел работу живого сердца изнутри я просто поразился этому я невольно вспомнил книгу откровения 320 и библия говорит что творец стоит вне нашего сердца он внутри человека но не в сердце буквально несколько микрон от спасения вы просто представьте себе христос внутри нас но не в сердце мы христиане но не спасены и вот когда мы говорим сейчас об идолах в сердце человека только вы лично можете знать они у вас есть или нет какой можно сделать интересный вывод доступность идола это не дешевизна потому что дешевизна это то что за что вы не платите но если есть идол в сердце то окружение не изменится а дьявол работает и вот смотрите если в израиле храм был отдельно а идол отдельно то сегодня это вместе и в доме о чем же просит бог свои заповеди давайте откроем посмотрим эту заповедь 20 глава исход 4 по 5 стих не делай извояний никаких изображений того что вверху на небе что или того что внизу на земле или того что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им посмотрите бог сегодня от человека просит три важных действия он просит чтобы мы это не делали он говорит не делай не поклоняйся не служи как это не просто в наш век вот этой миниатюризации притворства и фальши выполнить эту заповедь и здесь вполне уместно теперь поговорить о мотиве почему бог это запрещает почему дьявол подталкивает людей к этому давайте прочитаем второй законе 11 глава 1 стих люби господа твоего бога всегда исполняй свой долг перед ним следуя его предписаниям законам и повелениям и теперь когда мы говорим об этой заповеди то мотивом ее соблюдения бог говорит должна быть любовь из-за любви мы сможем выполнить этот долг перед богом но это не просто прихоть бога просить это с нашей стороны выполнить и бог начинает объяснять почему это делать правильно давайте прочитаем 113 псалом с 12 стиха их идолы серебро и золото изделия рук человеческих есть рот но не говорят есть глаза но не видят уши есть но не слышат есть ноздри но не обоняют есть руки но не осязают есть ноги но идти не могут ни звука и горло не произнесет пусть такими же станут все кто делает их и все кто на них надеется вы заметьте интересная вещь вот происходит какая-то деградация в самом человеке они не говорят того что должно они не видят уже очевидного они не слышат ясно сказанного они не ощущают того что можно четко пережить все это и посмотрите как интересно все это описал бог 4 царств 23 глава 13 стих осквернил царь и капище что были к востоку от иерусалима южнее погибельной горы их построил соломон на израиля для старта мерзости седонской для кемаша мерзости моавицкой и для мелкома аммонитской мрази интересное слово это в оригинале используется именно такое значение бог говорит все это мерзость моих глазах даже более того это мразь это самое отвратительное вообще что может быть для бога и бог продолжает как бы открывать нам глаза на этот вопрос еще больше и риме 10 глава мы прочитаем 5 и 8 стих словно пугало на грядке огуречной идолы говорить не могут поднимают их носят им самим не ступить ни шагу их не бойтесь они зла причинить не в силах и добрать них не будет идолы глупы и жестоки учение идолов ничтожных лишь деревяшка и вот самое интересное даже читаете стихи что и люди которым начинают поклоняться становятся такими же ну как библия говорит деревянными вот мы в предыдущих уроках вспоминали историю третье царство 17 глава и библия говорит что там жрецы кололи себя мечами копьями так что кровь лилась по ним то жестокие и вот в таком состоянии людям было очень просто взять и принести в жертву идолу даже своего собственного ребенка вы можете прочитать это в 4 царств 3 глава 27 стих библия рыцарь прямо на стене своего первенца принес в жертву именно по этой причине бог снова и снова дает нам рекомендацию 4 царств 17 глава 15 стих и законы его и договора верности который он заключил с их отцами и повеление которое он им заповедовал они не они не ставили ни во что они стали поклоняться пустому вот и осталось от них пустое место они подражали окрестным народом несмотря на то что господь велел им не брать с них пример вот смотрите что интересно если вот этой пустоте поклоняться то и человек становится пустым вот давайте посмотрим на вопросы дало поклонство еще с одной стороны вопрос последствий вот какие последствия дало поклонство для самого человека вот я бы хотел прочитать очень серьезную историю это 1 глава римлянам и мы прочитаем с 18 по 32 стих апостол павел пишет нисходит гнев божий с небес на всякий грех и зло людей удерживающих истину в плену греха ведь знания боги у них есть бог дал им о себе знать потому что его невидимые свойства вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного так что нет им извинения зная о боге они не воздали ему хвалу и благодарность как богу а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях их неразумное сердце объяла тьма называя себя мудрыми они превратились в глупцов и вместо поклонения бессмертному богу поклоняются образом подобным смертному человеку птицам чертвероногим пресмыкающим потому и отдал их бог во власть нечистоты чтобы следуя похоти сердец они бесчестили свои тела они променяли правду божия на ложь они поклоняются и служат творению вместо творца да будут да будет он всегда благословен аминь за это и отдал их бог во власть позорных страстей их женщины заменили естественные отношения с противоестественные равно как и мужчины отвергнув естественные сношения женщинами пылают похотью друг к другу мужчины с мужчинами творят постыдные дела готовя себе возмездие которое они заслужили сбившись пути и так как они не пожелали постичь бога бог отдал их во власть того чего делать нельзя они исполнены всяческого зла низости жадности испорчены до мозга костей они завидуют убивают полны раздоров коварства злобы они клеветники сплетники ненавидят бога наглы горды хвостливы изобретательны на зло не подчиняются родителям неразумны ненадежны бессердечны безжалостны и они зная что поступающих так достойны смерти по закону бога не только творят такое но и одобряют тех кто поступает также меня поразило это писание вот с 18 по 23 стих апостол павел говорит что бог открыл людям полноту истины но человек не желает ее принимать и так что уже ему нет оправдания поэтому зная боги не желая ему поклоняться они уходят от него а вот чтобы заполнить этот вакуум они изобретают некие суррогаты поэтому с 24 по 28 стих бог уважая выбор человека разрешает следовать избранном пути из 29 по 32 стих мы видим результаты вот это морального разложения всего человечества это все из-за нарушения вот этой заповеди включите телевизор посмотрите любые новости или выйдете на улицу и посмотрите вокруг себя вы увидите это причем даже среди тех кто считает себя верующими что еще хочет сказать бог по этому вопросу и риме 50 глава 38 стих засуха придет на его воды и иссякнут ибо это земля и стуканов из-за идолов жители ее обезумели вот мало того что люди морально разлагаются происходит некий какой-то него необратимый процесс в разуме самого человека я хочу снова прочитать псалом 113 и вот интересный там есть отрывок с 12 по 16 стих а их идолы серебро и золото изделия рук человеческих есть рот но не говорят есть глаза но не видят уши есть но не слышат есть ноздри но не обоняют есть руки но не осязают есть ноги но идти не могут ни звука и горло не произнесет пусть такими же станут все кто делает их все кто на них надеется вот такая перспектива и никуда от нее не деться если что-то не поменять уже сейчас и бог предлагает давать людям выбор сегодня бы задает каждому из нас вопрос и езекииля 14 глава и было мне слово господа человек этим людям нравятся идолы на свою погиб гибель они обратились к греху неужели я позволю им вопрошать меня у другими словами читая этот текст или смотря что говорит нам бог надо задать для себя вопрос вообще стоит ли называть себя верующим бога если мне что-то нравится какой-то идол есть сердце и по-другому поставим вопрос а будет ли в этом случае меня слушать бог не пора ли образумиться и у нас последняя идея в этом уроке призыв бога так что же бог хочет от нас вот в это последнее время лучше всего это можно увидеть в случае с апостолом павлом когда он совершал свое миссионерское путешествие эта история записана в 17 главе деяний когда апостол павел пришел в афины и вот в афинах дожидаясь их павел весь кипел от негодования видя что город полон статуй языческих богов в синагоге он беседовал с иудеями и теми кто почитал единого бога кроме того каждый день разговаривал на площади с прохожими с ним спорили философы эпикурейцы и стоики что он хочет сказать этот пустослов говорили они он кажется говорит о каких-то странных божествах говорили другие а проповедовал им павел об иисусе и о воскресении они повели павла в ариапах нельзя ли нам узнать что это за новое учение которым ты учишь спросили его в ариапаге кое-кто в нем звучит для нас странно и мы бы хотели знать что ты имеешь в виду ведь для всех афинян и иностранцев живущих городе нет большего развлечения чем узнавать и обсуждать что-нибудь новое павел представ перед ариапагом заговорил афиняне я вижу по всему что вы люди в высшей степени почитающий богов когда я ходил и осматривал ваши святыни я обнаружил алтарь на котором написано неизвестному богу именно этого бога которого вы не зная уже почитаете я возвещаю вам то что бог создавший мир и все что в мире господин небо и земли не живет храмах построены для него руками людей он не нуждается ни в чем из того что могли бы предоставить ему человеческие руки наоборот он дал всем жизнь дыхание и все остальное от одного единственного человека он произвел все народы чтобы они населили всю землю заранее определив для них и точные времена и границы их обитания он сделал это чтобы люди искали бога чувство что он совсем недалеко от каждого из нас и могли его найти ведь мы в нем живем и движемся и существуем то же самое сказали некоторые из ваших поэтов ибо мы все его род и раз мы божий род не следует нам думать что бог таков каким его изображают в золоте в серебре или в камне человеческое искусство по человеческим представлениям бог все это прощал в те времена когда о нем не знали но теперь он повелевает всем людям везде где бы они ни жили раскаются потому что он уже определил день когда будет судить вселенную праведным судом и уже назначил человека который будет судьей он дал всем людям доказательства это воскресив его из мертвых и вот эта история зовет нас подходить очень осторожно осторожно к тем кто реально поклоняется идолам но открыто истину нужно и вот апостол павел это и сделал он рассказал что они сами того не зная поклоняются правильному богу но этот бог живой ему не нужно делать изображений идолам икон если человек не знал то теперь узнав об этой истине он просто обязан оставить идолопоклонство и раскаяться и вот оставляя этот путь человек обязан теперь посвятить себя господу служить ему так как он этого ожидает и здесь все равно остается выбор за нами и вторая ангельская весть зовет нас оставить идолопоклонство в любом его виде постараться держаться подальше от любого вина или учения вавилона в своей жизни вот насколько мы готовы не просто услышать понять эту истину но и как-то отреагировать на нее правильно не так давно я прочел стих на эту тему я все не буду читать но частью стиха хочу поделиться с вами его обязательно выставлю в телеграм-канале свиток истины еще добавлю много текстов писания именно по тельме идолол заходите и пользуйтесь и так стих на эту тему великий бог творец вселенной яркой создавший все что видимо и нет повесил радугу над миром аркой с живущим свой заключив завет великий бог желал свое творение во славу незакатную ввести одно лишь дал святое повеление духовно послушание расти но человек шагнул греху навстречу и повеление боже приступил великолепно утратил вечность и собственную славу возлюбил великий бог грехов грех подлый ненавидит который разлучил его с людьми расстрелил их разум смертоносный идол и осквернил прекрасный божий мир но бог своей суверенной славой не делится с погрязшими в грехах и ни один из таковых не вправе вернуться в рай презрев господин страх бог мнение свое не изменяет святое царство не проникнет грех и каждый кто войти в него желает расторгнуть должен кабалу тех бог говорит повиновение к благу со мной в единстве счастье обретешь христову благодать дает отвагу в борьбе с грехом иисус твой верный вождь и владимир винников как бы вторит этому стиху и сегодня обращается к нам с призывом не поклоняйся идолу прошу достоин он того тебя спрошу как часто нам из грязи пустого вдруг создают великого святого но у нас все равно остается выбор и мы сами решаем каково будет моё отношение ко второй ангельской вести с нашей стороны пусть этот выбор будет правильным а христос со своей стороны обещает нам помочь это решение воплотить в жизни до новой встречи до свидания